Итак, самый добрый день. Только что вышла из тренажерного зала. Наплавала час. Всеми видами. И брасами, и не брасами. И на спине, как всегда. Она занималась, так накачалась, что, наверное, скоро превращусь в такого... Надо поаккуратнее. Так, быстренько побрызгаемся. Только что слушала радио, и только что передавали. Сегодня день потрясающий. Вот сейчас на улице где-то, наверное, под 30 градусов тепла. А, мои духи любимые, мои любимые духи, мои любимые духи. Они мне снова заканчиваются. Это у меня вторая уже. У меня еще были... Ну, ладно, не важно, что были. Это совсем не важно. Скоро-скоро надо что-то покупать. Что, не знаю, что-то надо менять. А может, снова то же самое. Ладно, пошли. Пошли, мне нужно кое-что сдать сейчас в магазин. Вот я купила когда-то маску для лица. Маска была в виде лифчика. Такого в виде бюстгальтера. Такая прикольная. Но я ее сдам, потому что она вся полезла. Вот она вся полезла. Я буквально два раза ее попользовалась. И у нее полезли вот эти штучки. Вот резиночки пошли отходить. Зачем она мне такая нужна? И я решила все-таки засыпать без маски. Потому что один раз я утром проснулась, когда я с ней спала. Я утром одела ее, когда солнце стало бить в окно. И я проснулась, и у меня отеки. Я никогда в жизни не отекала. И вдруг я увидела у меня на лице отеки. Думаю, вот это да. Думаю, не, маска не для меня. Нет, пошли. Итак, идем в магазин. Ресита, как бы сказать. Ресита, это чека у меня не сохранилась. Вот он мой, Лэй Фитнес впереди. А вот сейчас я покажу самолет. Вон он идет, самолет летит на посадку в наш аэропорт в Орландовск. Вон он какой красавец. Прямо над головой летит. Вон он. Сейчас я попробую его приблизить чуть-чуть. Где ты, миленький? Где ты, где ты? А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот она какая махина идет. Вот он, рукой можно дотронуться. Вот он, прямо вот над магазином летит, куда я сейчас пойду. Вот он, над маршалством. Обожаю смотреть, как они идут на посадку и как они взлетают. Клоснево как. Ладно, пошли. Машину я свою закрыла или не закрыла? Вроде как закрыла. На голове у меня взрыв на макаронной фабрике. Только лишь потому, что я сейчас говорю, только что вышла с тренажерного зала. Взяла с собой, правда, фен. Взяла с собой вот эту плотьку. Но лице куча крема. Я очень много крема на лицо накладываю. Думала впитался, а оказывается не впитался. Я так, наверное, и сняла себя с кремом на лице. Ну, ладно. Будет блестящее лицо. Пошли в маршалс. Пошли в маршалс. В маршалс надо кое-что купить и вот сдать же опять же эту масочку. Она у меня стоила сколько? 5? 5. 4,99. Вот мне сейчас денежку вернут. Денежку не вернут. Мне дадут кредит. Кредитную карточку этого магазина. А вот там дальше колл, громадный магазин. Там долларстор тоже хочу туда съездить. Где все за доллар. Так удобно. Вот это все совсем недавно выстроили. Прямо рядышком с моим домом. Мне надо еще массаж Энви заказать, чтобы построили здесь. Чтобы я на массаж куда-то сюда рядышком ходила. Буквально 3 миле от моего дома. Это совсем рукой подать. Ладно, пошли в магазин. Пошли в магазин. Чего у нас там сегодня в маршалсе? Надеюсь, люди не испугаются. Сим-сим, откройся, открывайся, открывайся. А я вот сюда пойду. Все. Пошли, 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 пошли. Прибежала домой после хеллои-питнеса. Сынок позвонил. Мама, я приеду. Ну, когда сынок приедет, конечно, надо бегом что-то делать. А что мне делать, если он скоро приедет? Надо бегом за 5 минут делать какой-то. У меня вот этот, я показывала, я варила бульон из курочки. Лапшу. Вот я всегда бросила новенькой лапшички. Я всегда лапшу бросаю в бульон. Я никогда лапшу не варю обратно. Не варю отдельно. Мне вот нравится сам вкус, когда в бульончике присутствует какая-то мука и картошечка. Вот у меня картошинка, половиночку осталась. Так. Так, и у меня варится рис. Варить, не варить ничего, потому что я сейчас буду делать... Ну, неправильно, неправильно. Я сейчас буду делать блины с мясом, с куриным мясом. Это я взяла... Вот этот бульончик я варила на половинке курочки. Вот я сейчас взяла белое мясо, ножку, крылышко. Вот, все это убрала с хосточек, перекрутила. Смешаю сейчас с рисом, с луком. И буду быстро печь блины. Скорей, скорей, скорей. Так, сейчас покажу, что я делаю с мясом. Просто мясо суховато, всегда добавляю воду. Ну, желательно, если есть бульончик, лучше, конечно, добавить немножко бульончику. Ну, попадет немножко лапшичка, ничего страшного. Вот так, достаточно, достаточно. Это как вкусная лапшичка получилась. Сейчас еще много зеленушки положу. Все. Супчик выключаем. Сейчас рис уже кипит. Так, рис почти готов. Сейчас еще чуть-чуть поставить. Все, рис готов. Мясо готово, мальчик с бульончиком. Супчик у меня готов, красивенький такой. Так, даже сковородку не буду мыть. Я сейчас прямо на этой сковородке, где у меня жарился лук, я сейчас буду здесь жарить блины. Теперь я делаю блины. Два яйца. Полтора стакана молока, где-то примерно. Соды. Чайную ложку. Соду я никогда не боюсь. Я не боюсь вообще соды, я ее люблю. Соль, естественно. Побольше сахара, потому что я люблю делать блины, чтобы они были сладкие, даже если я делаю их с мясом. И пошли немножко, немножко муки. Сегодня просто потрясающе. Хотела сделать немножко кусочек видео из окна, думаю, нет, надо выйти на улицу. Просто потрясающая погода. По 30 градусов тепла, наверное, но завтра обещают очень сильный шторм. Вот приехал наш почту, почту, почтальон. Вот так вот они ездят. У него руль, как в Японии, с правой стороны. Спасибо! Так, что там нам пришло? Ой, опять всякого разного. Опять куча рекламы. Итак, завтра обещают, завтра придет очень сильный шторм. Причем Южная, Северная Каролина и Горджия. Так что завтра будет 60% дождя. Это 60% вероятности дождя. Завтра буду сидеть дома, люблю дома сидеть, когда идет сильный ливень. Открою гараж, вот эту, открою дверь гаража и буду валяться на своем креслице. И с компьютером, и с книжечкой в зубах, и с семечками. И вокруг будет дождь. Пошла готовить дальше. Причем сварился, я сейчас его смешиваю с луком, с жареным луком и с курочкой. Я добавила достаточно много соли. Тут соли, конечно, надо не жалеть. И вот у меня получился фарш. Вкуснятина, привкуснятина. Очень вкусный, нежный, 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 нежный вкус. И можно сюда добавить, если честно, вот такой штучки, сейчас я покажу. Сковородка уже горит. Вот такой штучки можно немножко добавить для вкуса. Капелюшечку совсем. Все, пошли жарить блины. В тесто для... Когда я делаю блинчики, я добавляю подсолнечное масло, чтобы не смазывать. Итак, пошли, вот кусочки лука остались черненькие, ничего страшного. Это вкусно, это все равно будет вкусно, потому что я в эти блинчики буду заворачивать мясной фарш. Так, вот блинчик уже практически готов. Давай, 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 оползай. Давай, давай, давай. У нас сегодня застрелили полицейского ночью. Как жалко, 43 года, молодой мужчина. Осталось трое детей. Трах, конечно. Как обидно, вот так в мирное время потерять жизнь. Вот он какой красивый получился. Сейчас я все-таки протру сковородочку после этого блинчики. Другой блин практически готов. Сейчас хотела показать. Очень просто. Все умеют заворачивать блины. Все-таки поленилась я, не сполоснула. Не сполоснула я. Ага, давай, давай, отползай, отползай. Ладно, покажу сейчас, как я заворачиваю блин. Вот так вот, очень-очень просто. Носовым платочком. Вот так. И потом все это надо обжарить еще разок. А, давай. Развалился. Пришлось мне все-таки почистить, почистить сковородочку. Сейчас я покажу, как я разливаю. Вот так моя мама всегда делала. Вот так вот она была. Вот так вот развивала по всей сковородке. Еще один блинчик сейчас попробую завернуть одной рукой. Просто можно вот без загибы вот этих штучек. Но надо, конечно, по-человечески сделать. Ладно, заверну просто вот так вот колбаской. Колбаска помалой с паской. Вот, мои блины застыли в ожидании моего сына. Может быть, не очень симпатично смотрятся, но, тем не менее, могу сказать, что очень вкусно. Просто вкусно так, что я один блинчик съела, аж чуть не, аж чуть не это. Все пальцы облизала. Такая вкусная тень. И вот у меня буквально за 20 минут у меня получился просто шикарный обед. Потому что блины очень быстро готовятся, в фарш очень-очень быстро, все на лету. Очень вкусно, просто очень вкусно и очень сытно. И, казалось бы, из одной куриной ножки, мальбусенькой, крошечной курочки, ну, опять же, рис, опять же, я туда добавила лук, бульончик. И вот получилось у меня, сколько тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на восьмой я съела восемь, восемь и таких полных блинов. Ну, это, конечно, сын это все не оселит. Он штучки три съест, может быть, после тарелки лапши. И я дам ему это, ему с собой дам. Все, всем приятного аппетита. Одна, одна у меня. Я когда-то что-то готовила, мне одна девушка пишет. Ой, мой муж такой не стал бы есть. Так выглядит так неэстетично. Я ей пишу. Ну, извините-то, да, твоего мужа, я вычеркиваю, списка приглашенных. Так все, камнями не кидайтесь. Я люблю все простое, я люблю все быстро. Я люблю все очень недорогое, потому что голодное детство, как я много раз рассказывала. Голодная юность, опять же. Вот так вот, особо денег никогда не было. Вот что под руки попало, вот то и сделали. Мы из одной курицы варили, мы на одной курице могли просидеть месяц, по большому счету. Где-то из косточек сварить какой-то супчик, где-то из мяса там с чем-то смешать, где-то что-то. Поэтому у меня все еще это осталось, и это ничем, наверное, уже не вытравишь. Даже, ну, вот я люблю приготовить очень быстро, из ничего, и всегда все получается очень вкусно. Все, приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok